здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем советским российским журналистом музыкальным критиком теле и радиоведущим и нашим очень хорошим знакомым человеком с которым нам всегда очень приятно общаться артемием троицким артемий кивович добрый вечер у вас 1000 день конечно у нас в таллине вечерок до эдуард геннадий привет привет добрый зима американскому русскому мидуэстом спасибо мы очень рады снова слышать вас и хочу сказать для наших радиослушателей что у артемия троицкого есть свой youtube канал который называется ару тв вы можете туда заходить ставить лайк и комментировать это очень интересно он ведет его вместе со своим хорошим другом арно ведло тоже интересный человек поэтому добро пожаловать и это очень интересно артемий да кстати сказать на всяких случаях что ару тв пишется через букву а а не через букву оу то есть они 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 ору благим матом вот да спасибо что упомянули арно ведло вот он очень такой интересный надо сказать политолог он политолог конспиролог я говорю обо всем с точки зрения простого несведущего человека достаточно наивного но обладающего каким-то здравым смыслом а вот мой эстонский коллега он конечно дает жару по части всяких закулисных интриг вот мы о нем поговорим еще в будущем в течение часа артемий кивович пару дней назад великому сожалению шел из жизни александр градский для многих в россии это стало таким шоком неожиданностью вот если говорить о немножко таким казенным языком как вы считаете каков вклад александра а градского в советскую российскую музыкальную культуру ну я бы сказал что александр градский в первую очередь очень сильный вокалист то есть это тот тезис который оспорить практически невозможно он на самом деле вокалист незаурядный интересный мне он ну нравится 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 не только тем что он скажем способен на всяческие оперные фееритуры и вообще он имеет голос прекрасно академически поставленный скажем так мне интереснее в пение градского то что он на вокалист экспериментатор что он очень любил петь на разные голоса и так и сяк и вот это и вот это было интересно он владел своим голосом владелым несомненно виртуозно если говорить о градском как об авторе как о композиторе то тут боюсь что я не разделяю восторгов многих я считаю что композитором он был достаточно средним и поэтому неудивительно скажем что все помнят александра градского не по тем десяткам и сотням песен которые он написал сам помнят практически исключительно его исполнение песен александры пахмутов и давида тухманова эдуарда артемьева вот эти песни в его исполнении действительно стали как бы фактом массового сознания вот что касается до песен самого градского ну я считаю что у него были неплохие песни особенно некоторые песни такого юмористического стерического плана но он претендовал конечно на больше он написал скажем рок-оперу стадион на мой взгляд достаточно ужасную он написал рок-оперу или я уже даже не знаю как это называется уже по моему словосочетание рок-опера было не в моде тогда поскольку это уже нулевые годы написал значит нечто тоже такое монументальное по мастеру и маргарите булгакова опять же я честно говоря просто не смог до до конца этот опыт дослушать так что мое отношение городскому оно вот такой как бы серединка на половинку но то есть ко вкладу городского о чем вы собственно говоря и спросили то есть очень мощный исполнитель и достаточно средний автор артемьевич давайте вернемся к политике и поговорим о нашем веселом в кавычках диктаторе из беларуси который недавно дал интервью bbc журналисту стиву розенбергу ваше отношение к этому интервью и как вы считаете стоит ли вообще брать интервью у этого ну этого пока еще человека ну вы знаете что действительно действительно я знаю что довольно многие в частности ребята из команды светланы тихановской они достаточно болезненно отнеслись к самому факту того что респектабельный журналист стивен розенберг из более чем респектабельной телерадио компании bbc опустился до того чтобы брать интервью у диктатора лукашенко вот они сказали что ну как же так как же такая уважаемая корпорация bbc значит может предоставлять платформу для высказываний такому очевидному негодяю но надо сказать что я с этими обвинениями не согласен при том что я полностью согласен со всеми упреками которые были высказаны в адрес ангелы меркель которая как известно с тем же лукашенко два раза общалась по телефону то есть вот я считаю что официальное лицо тем более глава государства общаться с психопатом маньяком и диктатором совершенно нелегитимным персонажем конечно же не должна была бы я считаю что очень зря она это сделала и думаю что слегка на себе конечно некролог подпортила этими своими звоночками вот но журналисты это другое дело журналисты это люди как бы это профессионалы выполняющие свой долг и журналист я считаю мог бы взять интервью и у гитлера и у сталина и у там пол пота какого-нибудь и так далее вот это это его профессия он должен если может естественно добираться до самых отъявленных негодяев из серийных убийц и насильников и кого угодно просто для того для того чтобы предъявить их нормальным людям своей аудитории в данном случае я считаю что стивен розенберг он прекрасно справился со своей задачей вот он показал продемонстрировал всему миру и в первую очередь миру англосаксонскому продемонстрировал вот этого самого маниакального психопата лукашенко во всей его красе и я думаю что в общем то это интервью можно считать журналистской удачей то есть ну вы видели это интервью и видели на самом деле какое лукашенко такое реальное чудовище то есть он хамит он наезжает на журналиста он полную полную несет чушь брехню и так далее в оскорбительном тоне совершенно таким вот хамским каким-то ну ну то есть но не может нормальный человек так говорить тем более тем более политик да тем более человек претендующий на то чтобы 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 быть большим начальником вот это все стало на мой взгляд даже тем кто до сих пор сомневался в том что что это за тип такой лукашенко я думаю что после этого интервью всем все стало абсолютно понятно артемий кирович белорусская писательница светлана ли свечи лауреат нобелевской премии написала замечательную книгу время second hand где она дала понять что люди на пространство бывшего советского союза имеется ввиду в большей степени украина россия беларусь и так и остались вот этим советским народом как вы считаете она в чем-то права то есть по своему менталитету такой советский народ поэтому ничего не могло измениться в этих государствах как вы считаете она права или она утрирует или она может быть куда утрирует ну я считаю я считаю что бесспорно доля правды в этом есть но я бы не стал равнять народ россии народ украины и народ беларуси это путин все время говорит что это все один народ нет сейчас уже совершенно очевидно что это разные народы украинцы я считаю одри совкова советской модели отошли уже некоторое время тому назад это касается и украинского народа то есть народных масс это это касается и украинского государства и и украинской элиты но смотрите сами если в россии установилась практически вот это вот тоталитарная модель несменяемости власти то в украине каждые следующие выборы побеждает оппозиция так победил ющенко будучи оппозиционером так победил к сожалению потом янукович тоже будучи оппозиционером так победил порошенко так последним президента порошенко одолел комик зеленский то есть украина в общем-то реально может похвастаться тем что страна стала ну по крайней мере в некоторых но очень важных отношениях украина стала демократической страной белоруссии я считаю конечно главное событие произошли летом прошлого года когда фактически но это было вот то что по-английски называется это что американцы очень любят бирсов в ней шин рождение нации то есть белорусы впервые показали себя в общем людьми смелыми людьми свободолюбивыми и людьми которые при этом строго строго блюдут вот этот обет ненасилия так что белорус я думаю тоже всему миру но то есть вообще прошлом году весь мир узнал что есть такие люди белорусы и что это прекрасные люди вот я бы ни в коем случае всех этих ребят белорусов не относил бы к числу совков так что я боюсь что единственная единственная страна единственный народ который действительно не смог в себе до сих пор истребить вот эту самую быдловость вот этот народ россии это это разумеется далеко не всех русских можно назвать совками есть представители и старшего и среднего и молодого поколения которые но отчаянно отчаянно пытаются что-то изменить в стране которые в общем верят в ценности свободы свободы и демократии но к сожалению к сожалению эти люди в россии пока что в явном в явном меньшинстве так что так что я бы сказал что светлана алексеевич со своей оценкой в общем то не вполне не вполне вполне права хотя отчасти отчасти к сожалению да артеке еще по касательной заденем беларусь там на границе был кризис честно говоря не знаю как сейчас но достаточно серьезные поляки показали себя достаточно пиальными принципиальными в этом вопросе в отличие кстати от немцев а вы там как раз находитесь недалеко что вам известно о сегодняшнем положении дел на границе польско-белорусской границы но насколько мне известно кризис продолжается то есть по-прежнему имеется несколько тысяч мигрантов вот которые сейчас уже не предпринимают таких активных усилий по прорыву границы вот но они по-прежнему имеются они имеются и непосредственно рядом с самой границей там для них построили какие-то насколько я понимаю очень убогие но тем не менее что-то вроде лагерей они имеются в рассеянном виде также и в минске и в других белорусских городах так что кризис этот продолжается вылетело несколько авиарейсов обратно обратно в ирак с этими самыми несчастными курдами мигрантами но таким образом было вывезено из белоруссии несколько сотен человек находятся дам этих мигрантов несколько тысяч так что так что кризис еще не миновал поляки конечно же молодцы поляки встали встали грудью и встали твердо это явно не то на что рассчитывал лукашенко в своем шантаже то есть лукашенко он вообще он постоянно делает ошибки постоянно он хочет одного а добивается чего-то прямо противоположного вот в данном случае он естественно рассчитывал на то что европа проявит слабость что все эти мигранты к ним двинут бурным потоком и соответственно что он таким образом накажет отомстит европе за санкции и все прочее и естественно в надежде на то что эти санкции будут каким-то образом сняты но ничего из этого не вышло поскольку и поляки и литовцы как вы знаете в общем то они очень нарешительно встали на охрану собственной границы и европа главное на что еще рассчитывал лукашенко это то что что европа проявит мягкотелость скажет ой 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 бедные мигранты как же так холодно ведь гуманитарная катастрофа давайте-ка мы этих ребят примем нет европа как вы знаете проявила полную солидарность с польшей и балтийскими странами тоже был крайне неприятный сюрприз для лукашенко вот но там естественно были тоже какие-то шатания были какие-то альтернативные высказывания и предложения но в общем и целом сторонники скажем так мягкой попустительской линии они оказались в явном меньшинстве и в общем лукашенко может здесь в очередной раз шуткин селфи не лэгда выстрелил себе в ногу артемий кивович замечательный российский писатель михаил велер своих исторических исследованиях говорит о том что проблемы россии связаны с ее ордынским прошлым и историки говорят о том что петр первый прорубил окно в европу то у меня два вопроса связана ли действительно и проблемы россии с ордынским прошлым и что прорубил петр первое окно или форточку на ваш взгляд но на мой взгляд естественная я я не историк вот если вы спросили об этом моего покойного отца он он был историком и он бы дал вам абсолютно четкие квалифицированный ответ на этот вопрос вот я я не являюсь глубоким исследователем этой проблемы то что ордынское прошлое наложило свой отпечаток на нынешнее состояние россии это это несомненно то есть россия осталась страной которая которая одной ногой стоит в европе другой в азии это все обусловлено в том числе и чисто географически вот но я бы сказал что помимо влияния вот этой самой азиатчины самое наверное дурное влияние самый дурной отголосок этой самой орды это это имперское сознание орда ведь она же была знаменита своими экспансиями она же дошла не то что до россии она дошла в общем то практически ну если не до западной то по крайней мере до центральной европы и и и и вот это вот имперское мышление конечно же она заразила россию я кстати думаю возвращаясь к вашему предыдущему вопросу что та причина по которой россияне в значительно большей степени остались совками нежели скажем украинцы или белорусы во многом это как раз вот атовизмы этого самого имперского сознания то есть что мы самые крутые что мы самое лучшее что мы должны пугать весь остальной мир там и прочее прочее вот очень может быть что это имеет прямое отношение к влиянию орды так значит а петр первый прорубил окно или форточку там пару кирпичей ну смотрите значит я так думаю что петр первый конечно имел совершенно правильное намерение то есть он посмотрел на то как обстоят дела в европе сравнил их с тем как обстоят дела в его родной стране вот естественно не в пользу не в пользу россии и захотел чтобы россия стала как на западе и в принципе в принципе по крайней мере в течение где-то одного века процесс шоу процесс шоу россия становилась все более и более европейской страной чему естественно во многом способствовало скажем царствование екатерины второй которая вообще была категорически не русской женщиной и и правила россии в общем то в соответствии с тогдашними с тогдашними нравами естественно это был абсолютизм монархии и все такое но тем не менее тем не менее в общем то россия тогда была вполне вполне не европейской страной потом к сожалению что-то поскольку не то россии сильно не везло с царями особенно начиная с царя николая первого который значит будучи напуганным и декабристским восстанием да и вообще человеком по всей видимости крайне значит консервативным по природе он вот как бы стал уводить россию обратно в такой сугубо сугубо не европейский мирок ну потом был александр второй естественно царь освободитель были реформы но вы знаете как печально закончил александр второй что лишний раз убедила и александра третьего и николая второго в том что российский народ значит надо держать в кулаке и никак иначе и соответственно вот произошло то что потом еще было невероятно усугублено в двадцатом веке вот так что я думаю что намерения петра первого были верны и и благородные много что он что он успел сделать вот естественно не до конца вот но потом к сожалению к сожалению дела пошли не так весело артемий кивыч мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся не отключайтесь очень интересно спасибо как раз в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго и ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а мы продолжаем беседу советским российским журналистом музыкальным критиком телерадио ведущим артемием тройским артемий кивыч вы с нами с вами с вами хотел бы так прослушала рекламу хотел бы кстати хотел бы также сказать чтобы наши радиослушатели заходили и на наш канал нашего радио а также смотрели аюта на youtube канале ару тв именно начинается с а как уточнил наш гость там очень интересно и полезная информация артемий кивыч давайте начнем еще продолжим разговор о мемориале это болезненная тема к сожалению удивительная кстати для нас я думаю для вас как вы думаете а зачем им у уничтожать мемориал все-таки как не есть какая-то такая труба все-таки отводная для запада ну в общем да эта тема действительно очень тяжелая очень печальная правда надо сказать что мемориал и сам защищается и его защищают очень активно высшей степени авторитетные люди и организации плюс в общем то и народ тоже подписывает петиции и так далее то есть я бы не сказал что эта история уже закончена и мемориал уничтожен к счастью это пока не так но увы это к сожалению и совершенно не исключено почему решили уничтожить мемориал но в общем то об этом много писали и я тут ничего оригинального сказать не могу естественно сейчас россии путинской россии правят чекисты 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 нквдшники фсбшники спецслужбы и так далее что такое мемориал для чекистов естественно эта организация им категорически противопоказанная и ненавистная потому что мемориал собственно и занимается тем что напоминает народу о преступлениях этих самых нквдшников чекистов кгбшников и так далее и но между этими двумя полюсами то есть кланом нквдшников и кланом демократов естественно имеется полная полный абсолютный антагонизм и и взаимное неприятие вот то есть это уже ну такое как бы глубинное почти генетическое я вам сказал противостояние это одна причина вторая причина заключается в том что при том что мемориалы все-таки первую очередь организация которая занимается просвещением которое занимается историей возвращением памяти но все-таки мемориал имеет и некоторое отношение к сегодняшнему дню к актуальным событиям тоже в частности мемориал совместно с другими организациями постоянно пополняет и напоминает обществу списки политических заключенных в россии количество политических заключенных этих самых политзеков в россии к сожалению в общем списке эти растут ну пока что чуть меньше у нас политзеков чем в беларуси тем более на душу населения тем не менее если сравнить это с тем что было раньше то мы видим что что количество растет и даже не в геометрической прогрессе она а намного быстрее сейчас в россии имеется если память мне не изменяет уже более 400 то есть уже несколько сотен политических заключенных политических заключенных которые в принципе вообще в цивилизованной стране не должно быть то есть это то что называют узники совести вот но в россии разумеется их называют экстремистами хотя все прекрасно знают что все эти узники совести они не имеют никакого отношения к насилию терроризму кому реальному экстремизму нет они просто они просто принципиальные противники нынешней власти но это это их абсолютное человеческое право как вы понимаете особенно как американские граждане можно власть любить можно ее не любить если вы ее не любите то вы имеете все права для того чтобы хотеть каким-то образом эту власть сменить и это это абсолютно законное неотъемлемое право человека в россии этого не понимают этих людей называют экстремистами и они пополняют ряды политических заключенных о чем общество мемориал постоянно напоминает и я думаю что это тоже очень важная причина того почему несмотря на всяческие ну скажем так издержки этого судилища вот конечно это сильно портит имидж россии за границей вот но тем не менее судилище продолжается вот хотя кстати я должен сказать что по поводу портит имидж россии за границей по моему в общем то этим уже особо особо не удручаются российские руководители и путин в том числе то есть они уже они уже по моему вслед за лукашенко им уже стало более или менее все равно что там а о них подумают в лучших домах чикаго лондона или парижа вот они уже они уже как бы поняли что что терять им больше нечего это конечно но это это новинка это новинка все-таки в россии до относительно недавнего времени существовала вот это не то гибридная не то имитационная демократия сейчас по моему все фиговые листочки уже сброшены артемий киевович словосочетания иностранный агент наверное самое популярное словосочетание сейчас в россии можно ли это заменить другим словосочетание например враг народа или предатель родины ну в общем как бы это это близкие это близкие вещи конечно но то есть если ты иностранный агент то ты то ты естественно предатель родины то есть ты работаешь вот причем агентурно работаешь на какие-то иностранные государства но и как таковой естественно ты являешься и врагом народа тоже да я бы только сказал что враг народа и предатель родины но как бы эти эти понятия в сталинские времена ну врагов народа и предатель их были миллионы как вы прекрасно знаете и все они значит по популярным статьям отправлялись или на расстрел или или в гулаг почетное звание иностранного агента пока что в россии присвоено где-то примерно 100 физическим лицам и я уже не помню где-то там 50 60 организациям то есть охват масштаб пока что конечно далеко не дотягивает до врага народа вот хотя в общем-то но как говорится еще не вижу артем кирович хотел бы поговорить об алексея венедиктове по какой-то причине вы пропали с территории эхо москвы никогда бы как-то выступали достаточно частым гостем были а и о деятельности венедиктова в условиях выборов он подвергся достаточно жесткой серьезной критике как вы к этому относитесь и почему вас все-таки нету на территории что происходит с алексеем венедиктовым а и можно так сказать вас уже нету на территории эхо москвы но смотрите во первых до меня на их и москвы стало гораздо меньше то есть были времена когда буквально каждую неделю у меня там был прямой эфир в программе особое мнение и эти программы и кстати имели очень высокие рейтинги то есть одни из самых высоких теперь уже давно этого нет на связи что с алексеем венедиктовым я не объяснялся не выяснял у него а почему так потому что но но я его не видел уже давно я не был в россии с с марта этого года до марта этого года я тоже в общем то не особо часто совершал набеги на город москву так что почему не знаю точно но естественно могу предположить наверное просто мои формулировочки не очень устраивают редакторов эхо москвы другой стороны скажем на их и москвы по-прежнему очень активно выступает например виктор шандерович который ну как мне представляется говорит примерно то же самое что говорю я может быть может быть просто я им надоел может быть они считают меня слишком резким в выражениях не знаю что касается до алексея венедиктова и его участие точнее его роли в московской избирательной страде вот да в общем то подвергся он критики критики очень серьезные критики как мне кажется в общем и целом справедливой единственное единственное в чем я готов венедиктова поддержать так это в том что вот это электронное голосование это это на самом деле в общем то вполне нормальная вещь скажем в эстонии где я живу уже много лет чуть ли не половина избирателя может даже и больше половины голосует онлайн и в общем то все это проходит без сучка без задоринки никого это совершенно не смущает но потому что страна свободная страна демократическая и фальсификациями какими-то вбросами что бумажными что электронными в общем то никому тут и в голову заниматься не приходится и мне насколько известно электронное голосование существует и не вызывает никаких особых нареканий и в некоторых других странах так что в принципе в принципе электронное голосование это это не обязательно плохая вещь то есть электронным голосованием также как я не знаю с чем угодно скажем с топором или с ножом но можно кусок хлеба отрезать а можно человека зарезать тут как бы смотря в чьи руки этот инструмент попадает к сожалению к сожалению и тут венедиктов явно дал маху в москве при проведении выборов вот эта самая электронная схема голосования попала в руку жульта в руки жуликов и мошенников предполагал ли это алексей венедиктов или нет мне трудно сказать то есть тут я не берусь гадать но если он этого не предполагал то но меня бы это удивило потому что сначала бы что алексей алексеевич венедиктов очень наивный человек артемий кивыч говорят таким как бы молодежным сленгом рокерская тусовка это особый мир а свода свободолюбивых людей а если вот в этом а особом мире люди а кому бы вы не пожали сегодня руки да в общем то есть конечно но к счастью их не так много то есть я бы сказал что также как и во всей культурной среде тут вся эта тусовка распадается на три неравные части есть люди смелые и честные которые не боятся высказывать свое неприятие диктаторскому режиму путина это один полюс есть противоположный полюс этой люди которые в силу ряда причин кто-то просто подкуплен кто-то может быть искренне считают что все в россии в порядке и да здравствует путин и путинизм вот а большинство огромное большинство но процентов 80 наверное что рокеров что вообще деятелей культуры вот они просто помалкивают они просто не высказываются на эту тему вот хотя ну насколько мне известно большинство из них все-таки люди совсем не глупые вот и понимают что происходит вот но в силу вполне понятных причин вот поскольку они люди публичные поскольку они зависят во многом от государства это вообще главное я считаю проблема российской культуры это вот то что культура в россии очень сильно зависит от государства но вот вы можете себе в америке представить чтобы белый дом или тем более там консель госдепартамент или министерство обороны диктовали бы голливуду какие фильмы им снимать и на какие темы и с какими актерами и по каким сценариям но это абсурд это полный абсурд это касается и кино это касается и музыки во всех свободных странах в россии это не так в россии если ты хочешь снимать кино то должен пойти на поклон в значит фонд кино в министерство культуры и так далее тебя там должны одобрить субсидировать но и тогда давай снимай с музыкой ситуация похожая только тут речь идет не столько прямом финансировании сколько о том что если ты артист лояльный то у тебя имеются скажем эфиры на национальных телеканалах тебя ратируют активно по радио которое не обязательно принадлежит государству но принадлежит всяким значит тем не менее приближенным к ремлю и администрации президента бизнесменам соответственно да корпоративы опять же главные заработки наших артистов идут от так называемых корпоративов но это вообще практика которой в америке практически нет а в россии это вообще стержень всего шоу-бизнеса так вот опять же если вы хотите чтобы вам дозволяли чтобы вы были востребованы как артист выступающий на корпоративах естественно вы тоже должны доказывать свою лояльность ну вот поэтому люди молчат молчат и рокеры в том числе помалкивают значит отвечая прямо на ваш вопрос о том кому бы я руки не пожал в общем то таких людей не так много это достаточно одиозные личности есть такой вадим самойлов с которым я даже судился в начале десятых годов значит в прошлом сооснователь довольно популярные рок-группы из екатеринбурга агата кристи есть такой к сожалению в общем то мой достаточно близкий бывший друг александр эвскляр в прошлом лидер панк-рок группы ва банк есть вот ее я правда совсем не знаю такая певица по фамилии чечерина вот но она по моему такая просто оглашенная полубезумная женщина ну вот что касается до самой лова и скляра то в общем то это циники это циники которые совершенно сознательно значит выбрали себе каких-то под кремлевских спонсоров и с тех пор им служат но в общем то в общем то таких людей достаточно нем немного среди рокеров но вот я вам сейчас вот назвал троечку больше честно говоря мне никто в голову не приходит но есть там некоторые такие колеблющиеся то туда то сюда там скажем это касается скажем кости кенчева из алиса это касается гаррика сукачева вот но опять же они просто ребята такие какие-то шатки бесхарактерная вот но не хотелось бы мне вот так вот их вот подлецы сразу записывать вот а в основном в основном мы люди просто молчат но я бы сказал скажем что среди киношников таких вот коллаборационистов заметно больше чем среди рокеров и среди попсовиков кстати тоже там вот все вот эти басков там газманов киркоров валерия я уже не говорю там а каких-то вообще странных типах типа денис майданов который сейчас даже в думу пролез вот тоже большой артист вот так что в принципе в принципе я в общем с уважением отношусь к нашей этой рок-н-ролльные комьюнити считаю что что все могло быть гораздо хуже скажем так артемий кивыч а в начале передачи мы говорили что вспомним о вашего коллегу арны ведло очень интересный политолог и яркий человек всегда улыбающийся на экране так вот он утверждает абсолютно категорично что путин серьезно болен что ему осталось как бы совсем недолго кстати он начал эту тему вместе с профессором соловьем они о согласны в этом а как вы это видите и согласны ли вы в каком-то смысле со своим со своим коллегой вы знаете что я у путина анализы не брал термометр ему в задницу не вставлял хотя швабру пожалуй заснул бы раз пошла такая пьянка вот поэтому я естественно в курсе всех этих слухов и вы прекрасно знаете что тот же валерий соловей вот очень кстати милый человек вот многие к нему относятся как-то настороженно я лично ему симпатизирую он был гостем нашей студии тоже да так вот валерий говорит об этом уже ну минимум полтора года а может быть и два причем срок сдачи путина в утиль но я точно помню что он говорил что это произойдет до конца двадцатого года двадцатый год закончился еще год назад авозы ныне там начали с одной стороны с другой стороны я без особого удовольствия но тем не менее регулярно лицезрею владимира путина на каких-то пресс-конференциях интервью выступлениях и так далее и должен сказать что у меня в отличие от того же соловья который все время грит вот смотрите вот 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 как он ножки расставил или как вот у него там ручка повисла вот я лично ничего такого не замечаю я смотрю на путина у меня такое ощущение что он в общем-то во вполне нормальной физической форме по поводу ментальной формы это конечно можно можно поспорить вот но физически у меня такое ощущение что он более или менее в порядке так что откуда эти слухи берутся я не знаю я не исключаю того что они имеют под собой какие-то основания но я повторяю я никакой инсайдерской информации на этот счет не располагаю думаю что арно ведло которого я люблю и уважаю я не думаю что он имеет какую-то иную информацию кроме той что поступает от профессора соловья или с телеграм-канала генерал свр думаю что он пользуется этой же самой информации поскольку сам в москву не ездит вот и тоже по всяким этим номенклатурным клиникам не шляется так что вот у нас передача заканчивается я хочу сказать что рок-н-ролл еще жив и мы вам очень благодарны за это интервью замечательное мы хотим пожелать здоровья хорошего настроения бодрости и до следующего раза спасибо большое спасибо коллеги счастлива и привет привет городу шикаго где очень давно я не был приезжай спасибо приезжайте